Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео, и сегодня мы поговорим о том, как получить чистый бронзовый слиток для крафта двух маунтов в протосинтезе. Собственно, для начала нужно глянуть, какие это маунты, быть может они вообще никому не интересны, и быть может никто их даже крафтить в принципе не будет. Первый маунт это бронзовый хелицит, улиточка. Второй маунт это бесполит бронзокрыл. Как бы если вы хотите получить тех маунтов, то получается для крафта каждого нужен чистый бронзовый слиток, таким образом нам их нужно два, а шанс на получение чистого бронзового слитка 10%, 10% после тех манипуляций, которые мы реализуем. Собственно, что вам нужно для начала? Для начала нужно собрать 60 космической энергии. Начнем ее лутать. 60 энергии собрано, даже чуточку больше, и после этого нам нужно залететь в пещеру. Собственно, координаты, вот Том-Том активно показывает, смотрим на них и летим сюда же. Пещерка, и тут мы юзаем руну. Конфигурация постоянного алькова. Изучение. Открыть новый маршрут. И теперь мы телепортируемся. Абсолютно все телепортации идут именно с этой пещеры. Координаты мы видим, а на карте это здесь. Летим вовнутрь. Теперь нам нужно телепортироваться во внутренний локус. Цена 30 космической энергии. Именно для этого мы и набивали эту энергию, чтобы телепортироваться. Далее проходим вперед. Используем сдвиг локуса, это уже новая тпшечка. И нас интересует этот постоянный альков. Портаемся туда. Альков или альков? Хороший вопрос. Тут снабженец по экипировке. Что мы у него используем? Используем мы четвертую строчку, а именно восстановление способностей генезиса. 10% шанс, то что мы полутаем слиток. Повезет, не повезет, вопрос реально хороший. Но давай сыграем с тобой в игру снабженец. Нет, всего лишь 21 частица творения. Частица тоже неплохо. Ну, как говорится, попытаем удачу на следующей неделе. Она уж довольно-таки скоро начнется, так что я надеюсь, мне повезет. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. Берегите ноги, мойте руки. До скорого.